Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй. Мы продолжаем нашу любимую карьеру на карте свопа Агра с сезонами. У нас уже прошла зима и прошла весна. Я, в общем-то, всеми работами по заводам занимался за кадром. Ничего нового не покупал, что-то продавал. Давайте, в общем-то, пробежимся и посмотрим, что я сделал. Во-первых, мы купили в прошлой серии нефтяные скважины. В прошлой же серии я завез сюда 100 тонн биогаза. И, в общем-то, он до сих пор не переработался. Очень медленно они работают, эти нефтяные вышки. Но у нас уже есть 750 кубов нефти. В принципе, пока мы ее трогать не будем, пускай она добывается еще сезончик-другой. На этот сезон у меня несколько другие планы. Хотя, если деньги будут позволять, к концу сезона мы купим нефтеперерабатывающий завод и начнем делать себе соляру. Но это все, друзья, чуть попозже. В общем-то, сюда я завез один прицеп еще на серии и вот до сих пор он перерабатывается. С одной стороны, конечно, хорошо. Биогаза хватает очень надолго. С другой стороны, маловато у нас будет этой самой нефти. Хотя, по большому счету, не сильно она нам и нужна. Ну ладно. Далее наш завод с ЖБИ. Я их полностью забил. Причем оба. Он у нас здесь полностью забит бетон. То есть, бетон нам нужен только для строительства. Я думаю, нам до конца уже жизни вообще хватит этого бетона и того, что мы сюда завезли. На производстве кирпичей то же самое. Я полностью забил, кроме поддонов. Вроде как этого должно прям надолго нам хватить. Но тут у нас не миллион всего. Поэтому, возможно, придется когда-нибудь что-нибудь сюда довезти. Но это такое. В принципе, не проблема. Далее карьер. Карьер у нас работает. Я его за зиму периодически пополнял, чтобы он не стоял. И у нас появилось 2 тонны песка и гравия. Точнее, 2000 тонн. Точнее, даже 2000 кубов. Весить, может быть, это все делай побольше. Ну и на цементном заводе та же примерно картина. Правда, отсюда почти миллион цемента пришлось увезти на... Ну и два полностью забитых завода почти я продал за зиму. Поэтому у нас много денег. Ну и плюс, опять-таки, я его забил. Он продолжает производиться. Ну и также сельхозхимия у нас производила семена и удобрения. Удобрения у нас здесь в наличии 320 тысяч есть. Плюс у удобрялки что-то засыпано. Также у нас есть дохрена жидких удобрений. Миллион. И плюс еще 200 тысяч на сельхозхимии лежит. В общем-то, мы их, скорее всего, продадим. Но сделаем это, когда нам срочно понадобятся деньги. Скажем так, пускай у нас такой вот запасик лежит на непредвиденной ситуации. Ну и 500 тысяч семян я сюда привез. И их тоже придется, скорее всего, продать. Потому что отсюда у нас автоматически не пополняется. Никоим образом вообще у меня не получилось этого сделать. Есть вероятность, что будет автоматически пополняться сейлка на самой сельхозхимии. Поэтому оттуда я еще семена не увозил. Вот удобрения я оттуда увез. Вот это плохая идея. И дегестата у нас, наверное, нету, чтобы произвести удобрений. Как-то я все неправильно сделал. Есть, в общем-то, вероятность, что будет работать именно там все это дело. Если там не будет работать, то есть еще способ на прицеп перегрузчик. Тогда эти семена нам здесь понадобятся. В общем-то, чуть попозже мы будем с этим экспериментировать. Я убил кучу времени на то, чтобы проверить работоспособность. Но работоспособность сельхозхимии я не проверял. Потому что на другом сейве у меня нету этой сельхозхимии. Мне впадло было ее строить. Но я разобрался, как работать с перегрузчиком. Это тот еще геморрой. Но, в принципе, все возможно. Также, друзья, у нас здесь есть немножко компоста. 400 тонн и полностью забит биогаз. Я всю солому переделал. Этот компост можно будет отсюда забрать. И плюс полторы тонны у нас есть на хранилище. В общем-то, пускай тоже лежит такой запас денег. Также за кадром, друзья, я продал всю льняную солому. Ну, почти всю. Там было миллион двести. Я миллион продал. Потому что ценник проседал. Есть у нас здесь дохренище силоса. Плюс я продал весь лен, который мы собрали в прошлой серии. А весь ячмень я переделал в семена. Его там чуть-чуть осталось. Надо удобрений добавить. И переделываются остальные семена. А еще, кстати, у нас осталось вот здесь почти 3 миллиона силоса. То есть силоса у нас вообще дохренище. И будет потом еще больше. Скорее всего, будем продавать уже биогаз. Переделывать силос в биогаз и его продавать. Или переделывать силос в компост и его продавать. Потому что у нас его реально очень дохрена. В общем-то, посмотрим. Это все не сегодня. Сегодня у нас, друзья, скажем так, 3 больших плана. Давайте, в общем-то, посмотрим, что нам нужно сегодня сделать. В первую очередь, друзья, нам надо разобраться с нашей техникой. Я ее здесь вот так вот раскидал по некоторым группам. Кто у нас где работает. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас есть. В первую очередь у нас есть вот такой вот тягач наш Америкос. И прицепы к нему, которые этот Америкос возит. Вот это все у нас сделано для того, чтобы возить все ручками. Это у нас работает не по курс-плею. Поэтому, друзья, я решил, что нам нужно сюда еще докупить, во-первых, прицеп. Для зерновых и для прочей фигни. Вот такой вот. Потому что этот работает с маном. И в прошлой серии мы даже столкнулись с тем, что нам надо было ждать, пока он освободится, чтобы привезти щипу. В общем-то, мы докупим еще прицепчик. Может быть, даже связочку вот такую автопоезда, чтобы 100 тонн возить. И, друзья, я еще подумал, что Америкос вот этот меня достал. На нем очень тяжело ездить. И поэтому мы его поменяем на другого Америкоса, чуть поменьше, который тоже быстро ездит. Там на пару километров в час меньше, но чуть помедленнее. Вот тут у нас, друзья, вторая группа, которая работает на отлаженных маршрутах. В общем-то, давайте с этой стороны начнем. Вот эти три трактора у нас занимаются продажей цемента, песка и гравия. А также вот этот красненький занимается силосом и промзоной. Мы их не трогаем. Это у нас постоянные маршруты. Они всегда у нас работают практически. Далее вот эти товарищи у нас работают на полях. Так получилось, что у нас хватает тракторов на все. То есть нам нужен плуг, нам нужен фуражный прицеп, сеялка и удобрялка. Больше на полях никто у нас не работает. Разумеется, сеялка, если у нас другая будет, то мы его будем цеплять на этот трактор. В общем-то, с этими пацанами у нас все ясно. Ну и далее у нас комбайн. Один мы им прекрасно справляемся. И ман, который это все дело возит на базу. К этому же комбайну потом, когда понадобится, купим вторую жатку. И все. Но еще потом силосный комбайн понадобится. Но это так, попозже. Ну и друзья, товарищ, который у нас будет заниматься на лужайке. Я посмотрел, что он в принципе сам сможет возить на базу и собирать траву. Это будет немножко дольше по времени. Но он будет работать один. Ему не нужен будет трактор-помощник. А JCB-шку с него я вот цепанул на фуражный прицеп. Так что быстро будет все работать. Так что с этими друзьями у нас все в порядке. Здесь никакие обновления не нужны. Разве что потом дополнить жатку. Потом дополнить другую сейлку. И все. Но есть, друзья, у нас еще одна группа. Эта техника у нас вообще не используется. Даже вот этот трактор. Поэтому вот это все дело нам сегодня нужно будет, ребята, продать. Ну и докупать здесь в принципе ничего не надо будет. Потому что это все ненужное. Здесь у нас еще осталась даже соломка с первых серий. Длинная. Можно будет ее тоже продать или закинуть куда-нибудь. В общем-то разберемся. Следующее, что нам нужно сегодня сделать. Так как пришла весна. Это засеять наши поля. У нас есть вот пятое, второе поле. Большое, объединенное. Его нужно будет предварительно удобрить. И потом можно будет его сеять. Также у нас есть наше девяносто девятое поле. Которое нужно сегодня засеять. Тоже мы его удобрим предварительно. И потом засеем. Его пока что пахать не надо. Поэтому все будет работать и так. Ну и друзья, третье серьезное дело. Чем нам сегодня придется заниматься. Что можно будет выделить в отдельную группу. Я хочу купить вот эти вот три поля. Тридцать первое. Тридцать второе. И тридцать третье. Удобрить их. Вспахать. Убрать нахрен все, что здесь засеяно. И засеять, грубо говоря, своей культурой. Вот эти деревья, разумеется, нам придется спилить. Здесь нет сосны. Поэтому придется пилить вручную. Я куплю, короче, хреновину. Которая переделывает деревья в щепу. Щепа нам понадобится. Нам все равно нужен будет картон. Поэтому это поле мы объединим и засеем одной культурой. Чем же, друзья, мы будем все это дело засеивать? Все три поля на этот сезон я хочу засеять с лавандой. А в конце сезона купить завод эфирных масел. Который требует себе лаванду, поддоны, картон, воду и биогаз. Биогаз у нас есть. Вода у нас в достатке. Картон мы делаем. Поддонов, в принципе, тоже много. Если что, их можно будет делать без проблем. У нас есть поддоновая фабрика. Поддоновая фабрика. Нормально звучит, ладно. И на выходе у нас будет эфирное масло. Если мы заглянем в меню, сколько оно стоит. То вот сейчас идет снижение цены 14500. То есть стоит оно до хрена. Лаванда у нас собирается силостным комбайном. Поэтому нам придется купить еще и его. Заводик стоит 300 тысяч. Ну и комбайн еще будет примерно столько же. Чуть больше. 1500 вместе с жаткой это все дело уложится. И мне интересно, сколько будет с одного урожая. С большого этой самой лаванды. Точнее этого самого эфирного масла. Лаванды, насколько я понимаю, получается не очень много в итоге. В общем-то посмотрим на это все дело уже осенью, когда будет уборка. Но сегодня нам нужно, в общем-то, поработать нормально с полями. Поэтому, в принципе, давайте приступать к тому, что будем реализовывать запланированные планы на сегодня. Запланированные планы. Да, я очень люблю тавтологию. В общем-то, поехали. Начнем мы с того, что продадим вот это вот все дело. Для этого возьмем нашу GCB-шку и отвезем все в магазин. Или не будем мы возьмем. Ладно, мы не жадные. У нас сегодня пока что и так денежка есть. Пока что она в достатке. Поэтому продадим вот это все дело через меню. Единственное только, что вот это за трактор. Это у нас N-ка. Чтобы не продать лишний трактор-то. Значит, N-ку мы продаем. Вот эти две телеги мы продаем. Боже мой, 800 рублей она всего стоила. Эту удобрялку мы продаем. Для дегистата хреновину мы продаем. Где у нас противовес вот этот висит? Я хрен его знает. Его здесь нету. Поэтому мы его тоже продадим. Противовес до свидания. Прицепы там еще с соломой немножко. Ну ладно, все равно до свидания. Заравниватель до свидания. Тюковщик до свидания. Ну, а все остальное нам, в принципе, надо. Далее едем менять вот этого товарища на другого. И везем прицепчик себе. Единственное, может быть, починить этого товарища. Чтобы он стоил немножко дороже перед продажей. На данный момент за него предлагают 101 тысячу. Но мы его отремонтируем за 2 тысячи. И 108 он стал стоить. Да, нормально так подорожал. Ну ладно. В общем-то в магазине за него все равно продают 108 тысяч. И я нихрена не сэкономил. Только заплатил денег на штрафы. А мы себе тем временем берем другого Америкоса. Он меньше по размеру. На нем будет проще ездить. Он чуть-чуть слабее. В нем 865 лошадей остается только. Хотя он 885 пишется. Ну, не важно. Он будет ездить 130 километров в час. Ну, загруженный будет чуть-чуть медленнее. Но все равно он будет быстр. Поэтому мы его покупаем. А также, друзья, для того, чтобы самим что-либо возить, мы возьмем себе вот такой вот автопоезд. Покупаем один трейлер за 65 тысяч. Один прицепчик. И второй за 77 на 60 тонн. И вот они появились. Соответственно, цепляем все это дело и везем на базу. Что-то здесь сами крышки открыли. Что-то он здесь увидел на пополнении. Не знаю что, но... Ну, ладно. Может, есть даже меню начать заполнение. Ладно, это все не важно. В общем-то, с этим мы быстро справились. Далее, в общем-то, займемся посевом. И поставим удобряться наше пятое поле. Я вот только не помню, сохраняли ли мы ему маршрут. А, вот, у нас есть поле 0.5 удобрения. 40 метров. А, удобрение. Это я, видимо, маршрут какой-то писал. Что за он вообще? А, на пополнение удобрялки. Все, его можно стирать. Поле 0.5 удобрения 40 метров. Вот что нам надо. Со стартовой точки его запускаем. Пускай... Так, стоять, друг. Комбинированный маршрут какой-то получился. Я забыл тот сбросить. Со стартовой точки, соответственно, запускаем. И все. Далее, друзья, самое сложное, что нам нужно за сегодня сделать, это записать маршрут на пополнение сейлки. И как-нибудь это сделать. И самая проблема у нас в том, что у нас нет удобрений на сельхозхимии. В принципе, как вариант, мы можем отвезти туда дегестата. Но для этого нам надо будет запустить производство биогаза. А для того, чтобы его запустить, его надо оттуда куда-нибудь вывезти. Например, можно 60 кубов отвезти на цементный завод. 30 кубов можно отвезти на нефтяные вышки. Ой, можно целый, кстати, почти отвезти на карьер. Давайте мы тогда на карьер отвезем рецепчик биогаза с помощью нашей новой игрушки. Запустим. Там у нас произведется, соответственно, дегестат. А хотя... А нет, отсюда я тоже дегестат доставал. Все переделывал в удобрение. Можно продать немножко силоса. Например, 80 тонн. Им появится дегестат. Такая у меня хорошая мысль появилась. Для этого мы, правда, возьмем мана. Позаимствуем. Ему еще даже можно не обслуживаться. В общем-то, поехали загрузим прицепчик силоса и продадим его. Вручную. Да, друзья, увы, продается эта хреновина довольно-таки долго. Еще хороший вопрос. Сколько же все-таки дегестата здесь получится? Возможно, нам придется ввести сюда еще один прицеп, потому что он нам нужен. Боже, я никогда не думал, что он нам так вот в срочном порядке может понадобиться. Итак, с одного прицепа у нас получилось 24 тысячи дегестата. И этого, честно говоря, не очень много. Но ладно, на первое время хватит. Мы пока оставим мана здесь, потому что еще один прицепчик мы попозже продадим. Пока что мы настроим все это дело, чтобы работало. Возьмем нашего новенького вот этого товарища и отвезем эти 24 тысячи дегестата на сельхозхимию, чтобы уже делались удобрения. В общем-то, дегестат мы сюда привезли. Он начинает сейчас работать. 6000 удобрений у нас получится. Я думаю, на первое время для того, чтобы построить маршрут, этого хватит. Сейчас же, друзья, нам нужно здесь записать маршрут на пополнение семян и удобрений. Нужно, в общем-то, проехать вот здесь вот аккуратненько и поставить паузы, так, чтобы сейлка нормально все восприняла. Здесь у нас стоит автозагрузка. Я надеюсь, сейлка по высоте сюда влезет. И потом нужно отсюда выехать и очень аккуратно развернуться. И это будет, кстати, не так просто. Маршрут мы будем здесь писать с перекрестками, чтобы один раз нам аккуратненько здесь проехать и потом пользоваться этим кусочком уже всегда. Ну и этого товарища надо отсюда просто убрать. Пускай он, в принципе, здесь стоит, но не мешает где-нибудь в сторонке. Например, вот здесь. Тем временем у нас закончилось удобрение, но пока ладно. Пока стой здесь, мы тебя попозже уберем. А нам нужен вот этот трактор с нашей любимой сейлкой. Здесь не такой большой расход удобрений по факту идет, так что мы не будем сильно париться. Главное, чтобы там был хотя бы один литр, чтобы мы проверили, что это дело у нас пополняется. В общем-то, поехали записывать маршрутик. Сначала коротенький на сельхозхимии. Запись маршрута, соответственно, мы будем начинать отсюда и закончим примерно тоже здесь, только на правой стороне. В общем-то, начинаем. Открываем кр... А, она уже и так открыта. Ну и сейчас очень аккуратненько надо здесь как-то проехать. Здесь, соответственно, ставим первую паузу. Там, где он загрузился. С семенами и едем дальше. Здесь он пополняется удобрениями. Здесь ставим вторую паузу. Теперь надо отсюда выехать и развернуться. Вот это тоже геморрой еще тот. Но нормально, проехали. Соответственно, теперь нужно маршрут этот завершить. Завершаем мы его вот здесь. Сохраняем как заправка семена. Или семена-заправка лучше. Семена-заправка. Вот так вот. Теперь этот маршрут мы сбрасываем и пишем маршрут с поля, которое мы будем первое сеять. Это будет поле номер 5-2. Этот маршрут будет довольно-таки коротеньким. Здесь у нас есть дорожка, которая ведет прямо на сельхозхимию, не выезжая на дороге общего пользования. Поэтому мы прямо отсюда и начнем запись этого маршрута. Соответственно, здесь на въезде мы лепим перекресток. Давайте поставим так, чтобы видеть перекрестки остальных маршрутов всех. Вот сюда вот лепим перекресточек. Едем просто разворачиваемся. И вот сюда, соответственно, лепим второй перекресточек. И все, возвращаемся на поле. Прерываем запись маршрута и сохраняем его как поле 05-7. Теперь же мы его тоже сбрасываем и можно уже приступать к посеву этого самого поля. Давайте, в принципе, запишем маршрут прямо отсюда. Поле номер 5. Возврат на старт, пускай будет да. Поворотная полоса давайте 3 штуки против часовой стрелки и с разворотом. Я думаю, ему будет вполне комфортно. Генерируем. В общем-то, обычный маршрутик и сохраним его, пожалуй, поле 05, посев 9 метров. Теперь к этому маршруту нам нужно добавить поле 05-7 как дополнительный маршрут. Потом семена заправочка мы добавляем. И обратно, чтобы он вернулся, поле 05-7. В итоге смотрим, что выглядит он вполне нормально, проезжает и заправляется. Как он там будет работать, хрен его знает. Ну и плюс пауза в точке ожидания поставим, пускай будет 10 секунд. Ставим удобрение и посев. Вот эту штуку мы вырубаем. Можно, в принципе, выехать на поле, чтобы все было по красоте, скажем так. И со стартовой точки давайте запустим этого товарища. Маркеры выключаем. Вот этого товарища мы с поля убираем. Да и поехали, поставим его сразу работать на 99-е поле наше. Генерируем обычный маршрут на удобрение. У нас его, по-моему, нету. Да, нету. Кстати, поле 99 семена и поле 99 дегистат можно даже удалить. Они нам больше не понадобятся. Тут, в общем-то, все просто. Маршрут самый простой. Можно даже было 4, даже 5 поворотных полос. Давайте сделаем 5. Вот так вот, в принципе, нормально. Там, правда, потратить лишних удобрений, но и хрен с ним. Соответственно, сохраним этот маршрут. Поле 99 удобрения 40 метров. Да, и со стартовой точки просто запустим, он справится. Я в него верю. Итак, друзья. Те ребята работают. Я привез сюда еще один прицеп силоса на продажу. Пока он продается, мы сюда еще пригоним вот этого товарища. Заберем оттуда дегистат, который есть. Привезем его сюда, чтобы, в общем-то, удобрения производились. Хоть сколько-то, чтобы их было пока. Друзья, у нас здесь, соответственно, появилось еще 24 тысячи дегистата. Поэтому мы везем их на производство удобрений. Итого, с этих двух прицепов 12 тысяч удобрений у нас получится в сумме. Плюс 1800 была в сейлку заправлена. Теоретически, этого должно хватать на все поля. Сейлки, они довольно медленно тратятся. В общем-то, поехали, отвезем. Ну и, друзья, в общем-то, он встал и дальше не едет. Как будто у него бесконечная пауза в точке ожидания. Возможно, это, конечно, связано с тем, что здесь две паузы стоит. И он полностью не заполнился. Потому что видите, у него снизу написано 4500 из 5000. Есть, конечно, вариант удобрять отдельно от посева. Нажмем пока что продолжить. Я не знаю, сейчас он заполнится тут или нет. Одна пауза должна быть на маршруте. Одна всего лишь. Ладно, пока что, значит, вручную будем тыкать. Придется уделять этому внимание. Это поле он досеивает так. Потом мы переписываем маршрут на другое поле и проверяем, как оно работает. Но там не будем ставить маркер удобрения. Да, все немного не слава богу. Но в любом случае у нас еще есть много работы. Есть решение тех проблем. Нам нужно, друзья, купить сейчас вот эти вот три поля. Вот эти деревья между ними спилить нахрен. Делать мы это будем с помощью бензопилы. Потому что скорпионам это все не испилится. То есть вручную. Мы их попилим на более-менее мелкие детальки. Переработаем в щепу. Выкручиваем пни. Соберем щепу, которая у нас здесь будет. И потом объединим эти поля. Потом их удобрим. Вспашим все это поле и засеем. В общем-то вот такой вот план работы на эти поля на сегодняшнюю серию. Я в принципе все сюда пригнал. За исключением того, что нам нужна еще вот эта хреновина для переработки щепы. Мы ее покупаем. И сейчас по-быстрому я ее привезу сюда. Вот оно наше новое приобретение. Соответственно вот здесь вот открывается штука. Мы закидываем туда бревна. Их правда придется довольно мелко пилить. А вот эта штука отодвигается. Шнек вот этот. И он будет плевать щепу в кузов, который будет стоять рядом. Соответственно мана мы сюда тоже пригнали. Фрезу также мы сюда пригнали для того, чтобы собрать щепу потом с пола. Пни выкорчуем. Все будет хорошо. Ну и соответственно трактор, который будет пахать для объединения полей. И удобрялку, которую я заправил. Соответственно начнем мы конечно же с того, что спилим все деревья, которые находятся в этом ряду. Я не знаю как он будет обходиться с этими ветками. И есть вероятность того, что придется ветки тоже. А, их можно так попилить. Нормально. Хотя странно, что с березой можно так ветки пилить. Ну ладно. В общем-то нам нужно спилить все деревья. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Фух, друзья. Ну вот и все. Вроде, ну точнее даже это не все. Потому что нам еще придется допиливать эти деревья. Довольно-таки грубо я это все сделал. Уже будем смотреть по факту, что у нас будет входить, что у нас будет не входить. Берем в общем-то трактор. Разворачиваем все это дело. Что у нас здесь еще есть за кнопки? У нас есть поднять опоры кнопка. В принципе я так понимаю нам это понадобится. А, зачем нам поднимать опоры? Все правильно. В общем-то как-то так вот мы это все настроили. А, ну ее надо еще включить. И соответственно подгоняем мана. Я не знаю увидит ли он сам трубу сейчас или... Да, он ее видит. Он автоматически будет в нее плевать. Это тоже хорошо. Мне нравится, когда вот так вот все автоматически. Ну и теперь просто закидываем все вот эти попиленные деревья в дробилку и будем их дробить. Все не так-то и просто. Не, нифига, это так не сработает. Надо их, короче, пилить на короткие куски. Увы. В общем-то, друзья, примерно вот так вот это работает. И у нас здесь появляется щипа. Щипы, кстати, довольно-таки немало. Появляется с одного дерева тут 13 кубов. Нормально, в принципе, можно работать. Но, да, это, конечно, тот еще геморрой. Но, а что поделать? В общем-то, давайте работать. Итак, друзья, прошло три дня. Я наконец-то закончил перерабатывать в стружку деревья, которые у нас росли между 31 и 32 полей. У нас осталось еще столько же деревьев между 32 и 33. И это все дело у нас, ребята, будет не сегодня, не на серии. Это все дело у нас будет на специально выделенном для этого стриме. Может быть, возьму кого-нибудь даже себе помогать. Если по времени, конечно, состыкуемся, что да как. Я психанул, купил другую дробилку. Здесь можно чуть больше деревья кидать. Но у нее неудобная конвейерная вот эта лента. То есть она должна быть ровно над грузовиком. Вот эта хреновина сама искала и адаптировалась, грубо говоря, под кузов. Если мы ее деревом случайно сшибали, она все равно оставалась с трубой над кузовом и высыпала. В общем-то, две стороны медали. Мы ту продаем нахрен. Это у нас взято в аренду. Можно ее, собственно, пока что выключать. Она сама, кстати, ездит. Если что, можно на ней кататься. В общем-то, складываем. Берем вот этот трактор и отгоняем ее в сторонку. Наша задача сейчас выкорчевать все пеньки. Собрать остальную щепу, которая у меня здесь осталась после распилов. А распилов здесь было, кстати, очень много. И все это дело надо за собой прибрать. Оставим пока что вот эту хреновину здесь. И возьмем нашу GCB, которая у нас будет корчевать пеньки. И, соответственно, поедем их покорчуем по-быстрому. Все, друзья, кидаем вот это все дело здесь. Там еще мусора осталось немного, но и хрен с ним, честно говоря. Я его потом подберу. Маленькие такие кусочки деревьев. Сейчас, друзья, нам нужно... Сейчас, друзья, для того, чтобы собирать щепу, нам нужно взять еще один трактор, который нуждается в техобслуживании. Поехали сразу его тогда починим. И опять почему-то выбирается вот прицеп, а не трактор. Надо сюда заезжать без прицепа всегда. Ремонтируем. 3 700 ламба стоит починить. Нахрена, однако. Ну ладно. В общем-то, поехали, соберем всю щепу и сгрузим ее в этот прицепчик. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, друзья, на этом, собственно, у нас эта сторона поля закончена. Распил деревьев. Собрали вроде как всю щепу. Там где-то на поле осталось. Но если осталось, я хрен с ней. Остались также у нас некоторые пеньки, которые пришлось дорубать. Докорчевывать во время сбора щепы. Увы, я же все это бензопилой пилил и пытался под самый корень. И очень зря. Поэтому не видел некоторые пеньки. Они прячутся в траве. Ну, в общем-то, вроде все доделали. Надеюсь, косяков больше не будет. Последнее, друзья, что нужно сделать между этими двумя полями, так это их объединить. То бишь, вспахать. А, и да, конечно же, друзья, надо их купить. Покупаем 31, 32 и 33 поле. И у нас на балансе остается всего лишь 474 тысячи. В общем-то, все нормально. Теперь поля наши. Мы можем их без проблем пахать и объединять. Кстати, травка довольно интересно выпирает. Надо как-то GPS настроить нормально будет. Не знаю, нормально ли он здесь сейчас словил. В принципе, нормально пойдет. Давайте вот по этой полоске и проедем эту полоску для объединения. Вроде похоже на правду. Как по мне, так вполне норм. Я думаю, с этой стороны три полоски вполне хватит. Поехали на другой конец поля. С этой же стороны у нас возникает проблема, то что поля не прямо ровные. Точнее, не прямо друг напротив друга находятся. Поэтому, вот я не знаю, может быть, сделать его вот так вот. И, соответственно, увеличить размер этого поля. Я думаю, вполне нормальный вариант. Но это все уже вручную туда придется запахивать. Или же есть вариант сделать поле немножко кривое. То есть аккуратненько сделать вот отсюда проходку плугом вот досюда. Давайте так и сделаем. В принципе, чего уж все поля прямоугольные-то иметь. Почему бы и нет. Можно здесь даже GPS поставить. Чтобы оно начало хотя бы было более-менее ровным. Нет, я ровно не сделаю это. Будем удлинять поле и расширять его. Почему бы и нет. Так, а вот здесь надо как-то аккуратно их соединить. Я, в принципе, без GPS по компасу сейчас это сделаю. Постараюсь, по крайней мере. Во, вполне нормально, народ. Мне нравится. Давайте три полосочки тоже. Хотя, вообще, вручную это надо запахивать будет. Ладно, погнали вручную запашем. Тут эти пять полосок несчастных. На этом, друзья, GPS можно выключить. И осталось нам записать маленький курс-плейчик, чтобы объединить это поле. Точнее, эти два поля. Начнем мы вот отсюда, например. Начинаем запись маршрута и проезжаем вокруг поля. И вот здесь мы этот маршрут запись останавливаем. И на основе того, что мы сейчас записали, генерируем маршрут на 4,8 метров. Возврат на старт пускай будет нет. Поворотная полоса тоже нет. Вот отсюда вот генерируем. И где у нас старта получился? Старт у нас вот здесь получился. Все нормально. Соответственно, давайте со стартовой точки его разворачиваться в пределах поля. Ставим да. Плуг за границей поля ставим нет. Мы там и так сделали неплохой запас. Все нормально. И, в общем-то, он у нас объединит это поле. Единственное, вот этого товарища надо отсюда убрать. Он будет мешать. Причем так неплохо. Стоит прямо на пути. Ну и, друзья, давайте тогда разберемся с нашей сейлкой. В общем-то, этот маленький маршрутик на пополнение семян. Я даже забыл, как он называется. Семена заправка он называется, да? Давайте загрузим его, посмотрим на него. Да, мы его, соответственно, удаляем. И вместо него едем, записываем маршрут, который будет лишь пополнять семена без удобрений. Соответственно, удобрялкой все илки одновременно мы пользоваться тогда не будем. Будем просто лишний раз удобрять нашей большой удобрялкой. Но, если так оно будет работать, то, значит, надо. Соответственно, друзья, вот отсюда мы начинаем запись этого маршрута. Делаем то же самое, только лишь с одной паузой на пополнение семян. И вот тут прерываем все это дело, сохраняем его как семена заправка. Мы будем отключать функцию удобрения сейлки, хотя если не закроется крышка, то она пополнится. Удобрение в том числе, если не будет крышка закрываться. В общем-то, поехали, проверим все это дело на работоспособность. Поставим удобрять наше 99-е поле. Но, друзья, в любом случае нам нужно записать маршрут на пополнение семян. С нашего 99-го поля делать мы будем это, например, вот отсюда. Начинаем запись маршрута и поехали. И на этой самой точке мы этот маршрут прерываем и сохраняем как поле 99 семена. Соответственно, сбрасываем этот маршрут и генерируем маршрут на посев. Этот маршрут мы сгенерировано тоже сохраним как поле 99 посев 9 метров. Пускай будет. И к этому маршруту мы, соответственно, добавляем поле 99 семена. Семена заправка и обратно поле 99 семена. Еще раз смотрим, как это выглядит. Выглядит оно вполне себе хорошо. Выставим его поближе к стартовой точке, чтобы он нормально начал и пускай, в общем-то, работает. Давай, друг, со стартовой точки погнал. Ну и, соответственно, я уже за кадром, скажем так, проверю работоспособность этого маршрута. Есть у меня еще одна идея, если это все работать не будет. Мы тогда уже разберемся в следующей серии насчет этого. Но вроде как это все уже должно работать. А если еще удобрение будет пополняться, то будет вообще прям шикарно. И, друзья, на этом я с вами попрощаюсь. Перед следующей серией будет стрим, на котором первоочередной задачей будет разобраться с деревьями между 32 и 33 полем. И, соответственно, эти два поля объединить. Работы много. Возможно, я буду не один. Посмотрим, как там сможем состыковаться мы с товарищами, с кем можно играть на этой карте. Там от помощи я бы не отказался на самом деле. Ну, а также на стриме будем смотреть уже, вспашем эти поля, засеем все как надо, в общем-то, приведем в порядок. Что-нибудь повозим, заработаем еще денег на цементе на каком-нибудь, еще на какой-нибудь фигне. Неважно, вариантов много. А в следующей серии уже, друзья, у нас будет, соответственно, уборка этих двух полей, покупка комбайна, покупка завода, который перерабатывает лаванду в лавандовое масло, точнее, как оно называется, эфирное, да? В общем, много интересного будет, займемся мы уже маслицем, там оно должно быть мега дорогим. Так что, друзья, чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Чтобы не пропустить стрим, подписывайтесь на лайв-канал, ссылка в описании. Если там не работают уведомления, а они иногда хреново работают, вступайте в группу ВКонтакте и там нажимайте подписаться на уведомления, и тогда все будет работать, потому что там все анонсы. Ну и вообще, вступайте в Дискорд, ставьте лайки, пишите комментарии, в общем-то, все как обычно, вы все знаете. С вами был Никита Дилей, всем спасибо за просмотр, всем всего доброго, пока-пока.